Ну что, если так посмотреть, то вроде бы не так плохо оно смотрится. Итак, Мишенька вышел в 12 с чем-то. Надо пойти купить хлеб, потому что хлеба нету. Я голодал, голодал, а потом вспомнил, что у меня есть сухарики. И я съел их с борщиком. Получилось неплохо. Вышел из дома и встретил двух котов на поводке. К чему бы это? Итак, продолжаем разговор. Сегодня у нас четверг. В секонд-хенде самая минимальная цена 31 гривна. Ну, неделю назад я присмотрел там курточку, которая завесила и подтянула 46 гривен. Мог бы ее купить, но не купил. А вчера, когда стоял в очереди за гуманитаркой, ну точно такая же моя курточка. Но я поговорил с мужиком. Он на меня смотрел очень странными глазами. Ну, а я думал, что все-таки он купил ее в секонд-хенде. Вот так иногда встречаешь своих, можно сказать, как, людей похожих, одежда, которая могла бы быть на мне. Карманы проверил. Ничего не было. Итак, ребятки, зашел я в секонд-хенд. Курточка, которая я мерял на прошлой неделе, висит. Та же самая цена. Но я не стал. Я ее подержал в ручках и ушел. Пускай еще полежит. Но вряд ли они ее уценят еще меньше. Так что, если придется покупать, то по той цене. Зашел в магазин. Купил два лимона. Со скидкой. Хлеб любительский. За 15 гривен. С женщиной поговорил. Она делает для своего мужа смесь. Шесть лимонов. Один сельдерей. Все это перетирается, выжимается. Варится на водяной бане до состояния кашицы. Холодильник. И ложку с утра. Мужу понижает сахар. Я не могу никому рекомендовать, но попробовать можете. В парке так много. Я попал в парк, ребята. Так много народу. Я аж испугался. Я подумал, что дают бесплатную пиццу. А нет. Просто стало тепло. Решил встать под елочку. Они говорят, у каждого человека свое дерево. Ну, я не знаю, какое у меня дерево. Наверное, дуб все-таки. У нас был и есть Вильям Данилович. Он постоянно подходил к сосне. И стоял там какое-то время. И все время в этой жизни во рту держал спичку. Не было такого, наверное. Момент, когда он ее выпускал. Даже, наверное, и спал со спичкой во рту. Что я хотел сказать. Народ не только очень много бегает. Но еще, к тому же, он начал раздеваться. Придется скидывать. А обещают нам опять снег. Как говорила мне Марина, апрелю больше не наливать. А, наверное, придется. А сейчас такая погодка, что, наверное, все-таки у нас сегодня может быть дождь. И, может быть, радугу мы сегодня запротоколируем. Сейчас, как я говорил, стоим под сосной. Под сосной. Ого! Как говорила моя бабушка, как говорила наука и жизнь. В кубометре воздуха в сосновом бару 700 микробов. Гораздо меньше, чем в операционной. Так, ребятки? Миша побывал в операционной. Идет дальше. Ну что, я встал так, чтобы не было видно ничего, кроме берез. Где-то там у нас уже пошел березовый сок. И тут можно было бы добывать его. Осенью я видел, как они ходили под этими березами и собирали грибы. Так, грибов пока нету, но сок может пойти. Хотел я вас порадовать этим тюльпанчиком красненьким. Но, к моему сожалению, его уже сорвали. Народ не спит. Руки длинные. Не туристы. Как он говорил, турист подойдет, понюхает и пойдет дальше. Туристов стало меньше. Продолжение следует...